Девушки отдыхают 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 Ничего себе, я тоже такое хочу. И Эктор начинает с нами разговаривать. Памятаю часы, когда на мастер-шеф панувала колумбийская мафия. И я сказала, что это мярда? Что это мярда? И я не увидела с Марией. И Мария была с Фернандо. И Фернандо. Это было наиболее и наиболее группирование, как я только видела эта кухня. Это мой район, мы вас не звали, идите. И тут выходит сразу Дима. Выходит такой с подтяжками, такий крутой весь себе. Такий шляпой, такий, как Майкл Джексон. Такий шук-шук. Ему вот, знаете, танца такого не хватало. В мафиознике. В красивых туфлях, такой нарядный, все. Мафиозник 90 левел. Типа, что его эпоха круче, чем эпоха Эктора. Неплохо так. Зато он с пистолетом тоже такой. По автомат-калашу. Ну и как он там называется? С Томпсоном. Вы Первой мировой гангстеры придумали Томпсон из диска для ППШ, а уже в Дрой мировой придумали Томпсон. Такий. О, это нас ящик. Такой на нас так целится. Я подумала, что он будет нас перестреливать. Тики не поведи. Уже зарядил, да? Я испугалась, я уже думала. Хабайся. Хабайся. К сожалению, я не застал эту эпоху. Но молва о том, что творилась здесь сицилийская мафия, донеслась далеко за пределы кухни мастерша. Говорят, это была самая хитрая и утонченная мафия. А ты танец? Выходит, Татьяна вся в розовом. В леопардовой сумочке. С резиной. Леопардовой резиночкой. Такая вся крутая. С собачкой. Я хочу, чтобы ты смотрел на мусилий с собачки. И тяп, баба! И такая габа-баба. 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 Такое все фешн. Такая мафиозная. Кто нарвется, и буль загрызет. Тихо, Ша! Тихо, Ша, Чуиз! Ша, я тут вообще та самая крутая. Ну, она же из Одессы, так что ей можно. Тихо, Ша, кто тут босс? Если бы не я, никакой мафии не было бы. Такая крутая. Простите кого угодно. Именно о моих образах говорят люди. Правильно, Розенкранц? Ну и шо, вы ваши ганстри, шмянстри. А от мы в уроке настоящие. Настоящие профессионалы. Дети. Дети. Кто найкрутейший серед нас? Татьяна, 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 Татьяна. Дима, Дима. Шевелю губами, мне ничего не кажут. Я боюсь сказать, что сейчас Ектор скажу, что Татьяна, а Ектор мне черный парт. Сейчас я кдаст, и все, капец, до дома. Выклепали, туту. Собака, вы шо? И татухи не хватает, и все. Татьяна и ее собака. Зарали Татьяну, потому что забоялись, и собака. А я просто начал кричать «Эктор» и «Дмитрий». Эктор! Эктор! Две пушки против одной женщины. Тут мы понимаем, что это не крот. Это мафия. Правильно. Мафия. А лишь сегодня мафия покаже класс. Да! Вы же хотите втерти носа вашим попередникам. Да! И сразу мои руки зачесались, я уже хочу что-то попортить. Сегодня не готовить хотела, а портить, просто честно. Работать вы будете в трех командах. Две простые горожане. Третья команда – мафия. Мафия! Мне начало это импонировать. Вначале я думала, что буду обычными горожанами, так как это легче вроде бы. Но потом подумала, что я и обычный человек – это вещи несовместимые. Когда начнется конкурс, выйдет солнце и наступит день. Горожане станут готовить, а мафия будет пристально за ними следить и ждать ночи. О наступлении ночи вы узнаете по сигналу. Когда это произойдет, горожане отправятся спать. Вот тогда-то и наступит время мафии. У нее будет 10 минут на то, чтобы подойти к поверхностям горожан и максимально незаметно подпортить их блюда. Мафия должна сообщать о всех пакостях судьям, потому что если они не сообщат, то это будет грубое нарушение правил, и вообще все плохо тебе придет. Когда ночь закончится, и мафия вернется к себе, горожане должны не только продолжать готовить, но и найти проблемы в блюде. И сообщить о них нам. Если нет, мафия останется в полном составе и сможет наблюдать за горожанами дальше. Задача горожан приготовить свое блюдо несмотря ни на что. Задача же мафии испортить блюдо команд так, чтобы горожане ничего не заметили. Итак, кто же хочет стать всемирно известным злодеем? Все такие, я хочу быть мафией, я хочу быть мафией, тогда все просто. Ха, полегче, ребята. Если все понятно, то можно разбираться на команды. И Эктор с-под стола достает наш любимый огромный черный ящик. В котором дырочки, из которого мы должны доставать фишечки. Собственно, если красная фишечка, то человек идет в красную команду. Если синяя в синюю, а если черная, то человек в мафии. Кто первый? Давай! Марина! Марина, какой из них ты хочешь? Я вообще хочу быть мафией. Вот Эктор, кто не хочет быть мафией? Вот я лично хочу. А у меня же с удачей все в порядке. Вот я такой удачный человек, что лучшее я не знаю. Всех удачных удачных. Красный! Вообще везет! Марина берет красный фартук и возвращается в наш толпу. Вот сейчас мне команду еще хорошую подберут, вот хорошую, в больших-больших кавычках. И вообще, и будет все идеально. Я хочу быть только поле. И тут такая, типа, другую пидай, пидай, пидай. Эван, Глина! Я люблю пакостить, по жизни пакостит. Обожаю пакостить. А-а-а, красный! Довольный? Нет! Я так была грустная, вот, это было важно. Мне так понравилось. Марина, удачи! Спасибо тебе, господи, спасибо! Это не смешно, это совершенно не смешно. Ты что, когда она в моей команде, это же моя команда все, типа, считай, и проиграла. Вова? Выхожу я, я достаю красную фишку. Илана. Пошли илана, и Илюша, и они взяли синю фишечку. А-а-а, блин, синий. Синий. Даша Марсина. Синий. Синий, хорошо. И тут дальше иду Ксюша. Засовывает она свою прекрасную ручку и вытягивает. Чёрный. Ого. Первый чёрный. Ура, я мафия, я первая мафия. Вы понимаете, не четвёртая, не пятая, не даже сотая, а первая мафия на этом сезоне. Ой, Ксюша ещё, ещё та пакостится. Она умеет напакостить. Тут кажется, кто там следующий, каждый руку понимал. Подходы дальше, Моаса. Какой зверь? Чёрный. Чёрный. А-а-а. И Марсу, как на славу, тягуя чёрную карточку. Думаю, не, ну, это ж капец. Чёрный. 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 Потом был Давид, он пошёл в красную команду. А-а-а. Пирожуля пошёл тоже в красную, Ленисстр он пошёл. Да, да, да. И тут дальше идёт Катя. Да. Чёрный. Да. Слушай, мы всё сделали. Да, я знаю. Боже, думаю, Катя, сестра моя, куда ж ты пошла? Господи, куда ж тебе світ понес? Ну, думаю, Боже, ну куда Катю в мафии? Ага. Потім иде Соня. Чёрный. Соня иде, и опять мафия. У нас нет дома мальчика, вы заметили? У нас злая женская организация. Дальше у нас идёт по счёту Ваня. Чёрный мафия моя. Хорошо. Так. Синий. Дай, сын, толфанчин. Сейчас. Всё. Потом иде Саша Чумак. Иде, и он попадает в сын опять. В сын. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ты у нас радуйся. У нас залишилась лише одна чёрная фишка. И дальше Эктор говорит, Виктор, я иду, и бачу, что она должна идти там уже чёрную карточку. Залашу оцю. И так, вот так мне, начи, приїлась. Оця фишка, начи, до руки потянулась. Беру, вытягиваю. Синий. Ты что? Здравствуйте. Это ж капец. Ну, что это такая несправедливость? Ну, я ж так хотела в чёрную. Ну, так хотела я до мафии. Я так расстроилась. Ну, это просто капец. Дальше идёт Даша Гудем. Здесь вообще есть фишки? Ой, да. Да. Это чёрный. Когда я увидела, что вытягивала чёрную фишку, Даша Гудем пристрелится. Пристрелиться можно. Даша Гудем, она нам всем что-то испортит. Она два килограмма муки засыпет. Всё, Даша. Молодец. Я знаю. Все как следует. Сейчас. Да, блин, это гудем. Капец. Там женская мафия. Это всё, это хуже некуда. Ну. Мафия укомплектована. Что? Женская мафия? Я не понял. Сколько женщин манитов находится на земле? А сколько мужчин манитов? Бабы у нас в наше время самые злые, я вам говорю. Дальше идёт, да, Шалуценко. О, ура, хоть колись. Вона вытягивает нашу карточку синюю для нас. Синю. Последний день идёт у нас Денис Шаповал. Витягивает уже красный. Красный. Ладно, может, ты хочешь что-то приготовить. Когда я посмотрела на все команды, мне показалось, что команды довольно-таки сильные. Ну что ж, горожане и мафия, выберите себе капитанов. Таня сказала, убирайте капитана. Илюша, здравствуй, руку поднял. Я за Вику. Илюша капитан. Вика выигрывала два раза. И что? Да, Хаэля. Хаэля. Я за Илюшу была. Потому что, ну, Илюша стрелит, типа. Иль может, типа, наград на всех, чтобы нормальную судьбу. Ну, типа, даты всем указания. Марина. Ты прям такой капитан. Ну, раз в прошлом конкурсе победила команда Марины, мы решим, понадеялись на неё. Давайте Кате дадим возможность. В общем-то, я очень хотела быть капитаном, но... Так сложилась судьба, что Маша сказала, что пусть будет либо Маша, либо Соня. Потому что Соня ещё не была. Пусть будет Соня. Она же вчера не была. Я же тоже не была она. Но это ещё не всё. Достает, Эктор, такой чемодан, типа кис. Это – настоящий арсенал для мафии. Тут есть отрута гримучей змеи, сушень крилом мухи ЦЕЦЕ и маринованные вуса колумбийских тарганей. Ой, какая вкуснятина! Это чувство. Насправді, тут всё естивное. Но кроме того, что есть в этом кейсе, мафия может использовать и продукты с комори. Мафии, помните, ваши злочины должны быть вытонченными и непомитными. Працюйте чисто, чтобы городяне не догадались, что вы им зипсували. Мафия – это ваше. Спасибо. Удачи. Мы сразу открыли свой ящик, посмотрели, там наличие, там было и васаби, и рыбий. Рыбное масло, которое жутко воняло. Там был и аммоний, там был и перец, там были и опилки дерева. Вот вы понимаете, опилки дерева. Мы не постижимаем. Там было просто всё. А настав час дизнатися, какую страву вам нужно приготовить. Эктор достает из-под стола блюдо. Барабанная дробь. Вытаскивает, поднимает, и что я вижу. Опа! Не сильно сложно, Илья. Бучелату. Господи, да вы нас просветили. Вы знаете, вы так сказали, как будто вы нам сказали, готовим сегодня фондан. Как будто все это знают, что такое бучелата. Чем-то ассоциируется с местом буча и лето. В буче лето, скажем так. И мы в шоке. Там такое блюдо, такое блюдо, что вообще. Это святковый сицилийский торт, который, за итальянской традицией, хрещеный отец должен подарить своему покрестнику. Господи, как мы его готовим будем? Ах! Эктор начинает говорить процесс. Что туда идет, процесс, мы слушаем внимательно. Для того, чтобы приготовить бучелато, вам необходимо сделать пісочное тесто. Приготовить начинку с горьков, сухофруктов, абрикосового джема, меда, кавы и цедри цитрусовых. Начинку загортаете в тесто и отправляете в духовку. Готовый десерт вы прикрашаете глазурью, а также меренгами и цукерками с марципаном. Очень вкусно. Мы его не сделаем, мы его не сделаем, как его мы с Настя. Итак, горожане, на приготовление этого блюда у вас будет 1 час 20 минут. Время пошло. Мафия на балкон. Попали! Я в кладовую, я в кладовую. Встали, встали, встали! Да мне в кладовую надо! Не бежим мы за поверхностью, начинаем обсуждать. Капитан, давай рули! Смотрите, забираем все табаску, все. Мы понимаем, что в условиях конкурса они могут пользоваться кладовой, взять все, что они хотят. А понимаете, сейчас придут, нам что-то насыплять, а потом думают, что дурное шоу вон туда и подсыпало. Забираем все табаску, все. У нас была суперская стратегия, абсолютно все специи забрать и спрятать. Сюда все ты, хавай! Забегаю в кладовую и беру вот эти все специи. Хавай все, вот так, давай! Хавай все! Все вот так грибла, аби ничего не подсыпали. Чтобы вот это все агарагара, вот этого все, чтобы не было. Все вот так вот, взгляни, чтобы ураган. Лимонную числоту. Забирайте! Забирайте! Я подхожу в кладовую, а там вот так вот синяя команда берет с полок сметает все, что видит. В общем, я же тоже не растерялась. Беру, что мне нужно, курага и изюм, и чернослив. Что нам еще надо? Бери все, что есть! Пудра бери! Бери пудру! Бери орехи! Орехи, давай! Отберем все, что есть. Набираю все, что нужно и не нужно. Команда так же действовала. У нас сегодня такое захопать все, понимаете? Вот я взял! Отбери! Так я взял! Я вам свою команду собираю, рассказываю, что и как. Все, ребят, сейчас распределяемся. Макс, ты делаешь карамель, там сахар, водичка получается. Да. Это ставишь на сотейник. Марина, смотри, ты делаешь конфеты с марципана. Что ты делаешь? Отправляю Дениса на песочное тесто, потому что он это делал по рецепту бабушки своей любимой. Мы с тобой делаем начинку. Я сама с жуликом становлюсь на начинку. А потом Евангелина стоит с такими глазами, типа, куда мне идти? Ты помогаешь ему с конфетами с марципаном? Да. Команда сиев, быстрее! Начали готовить. Я говорю, что Даша со мной делает тесто. Кто делает безе? Кто делает? Тебе Ваня в помощь. Хорошо, Ваня. И Лана делает с Ваней меренгу. Тесто потом быстро мешать, а потом вы ему прячете в холодильник. И запрячете так. Тихо, тихо, тихо! Ля-ля, ля-ля! Ля-ля, ля-ля! Ля-ля, ля-ля! О, Пепе. Вика делала начинку и Даша Луценко делала мастику. Ваня, какой цвет? Какого цвета? Любой цвет. Краситель. Ев, нету нигде красителя. Не хищи. Доверься козелёнка. Люди, дайте краситель, плиз. Я говорю, нет, краситель так наливаю и говорю, что нет, у нас нет красителя. И Ваня увидел наши руки. Нет! Нет! Идите отсюда! Краситель в нас не мает! Мы не нашли красителей. Мы собрали вас краситель. Синие такие. Да дай краситель, дай краситель, дай краситель. Где краситель весь? Дайте красителя. У нас нет красителя, мы уже задавали. Бухали тут килограмм красителя, и у них был ещё килограмм красителя. Они не убывали нам. Иди отсюда! Иди отсюда! Под люком! Иди отсюда! Иди отсюда! Давид! Давай на стрелку его! Я хотел его врезать! А Денис, это не помогаем, они уже вошли в процесс. Ваня, Ваня! Ваня, иди отсюда! Он меня поднял и отнёс просто почти, чтобы вы не стала. Ну, блин, у вас есть краситель! Ха-ха! А сейчас дома! Я уже психанул, пошёл, забрал тот краситель. Пока Денис делал песочку, Марина делала крем. Мы с Денисом делали из марципана такие фигурки для презентации. У них вот эта, вот ихняя часть поверхности была полностью грязная. В этих красках, знаете, поигрались маленькие детки, вот что называется. Вот и вы, какая хорошая вишенка! Боже, я забыла про мафию! Что вы там делаете? Мы на балконе такие, прям настоящей мафиною. Денис мешает марципанту, да можно васаби, короче, впихнула в нас и прям делала. Ксюха, Ксюша, мы Денису в его марципан готовляем васаби. Уже Денис покрасил одну из мастик зеленым цветом, а у нас как раз есть васаби зеленого цвета. И прям персик, никто ж ничего не заметит. Народ, народ, они что-то со шприцами достают! Шо? Они шприцы достают! Мы разделились на две части, в общем-то. Короче, вы на той команде, мы на этой, окей? Хорошо. В моей команде, в команде, типа была я, Маша и была Соня. Мы решили, что мы будем наблюдать за красной командой. Даша Гудем сказала, ой-ой, мы с Катей будем делать там синюю команду. Мы стали делать песочное тесто, которое мы будем использовать. Вы уже думаете, как моё тесто испоганить? Пока мы стояли на балконе, мы думали, что нам всё-таки делать. Чтобы это было беспаленно, конечно же, и чтобы это помогло. Сначала мы подумали подпортить тесто. Мы еда добавляем в тесто. Это такое вещество, от которого, по сути, тесто должно, если бы добавить тесто, тесто должно сильно-сильно рваться, вот так вот, получается, вот так подниматься слишком. И, конечно же, мы решили оставить следы. Типа, ну, для прикола. Взять там манную крупу, муку, и нормально, типа, будет. И рассыпаем. Вот так муку по поверхности. Не кричи. Решили также в цедру добавить васаби, в сухофрукты тоже добавить в пасаби порошок, который незаметен. Наколоть таким или лимонной кислотой, или рыбьим жиром вот эти вот все сухофрукты. А-а-а! Это не! Короче, я побила! Сунди начинает уже к нам идти, а это значит, что уже будет начинаться ночь. И тем более так свет уже подходит. А мне надо спрятать тесто. И там я нашел такое секретное место, в жизни бы ни за никакие сезоны не отгадали бы, где она. Быстрее! Взял, спрятав за ящики в девайсной. Там до типа знак М написано. Все! 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 Спрятал такой довольный, выходит с улыбкой, как чеширский лук. Вот, видите ли, у него все в порядке. Ну, блин, ну, ты, как ты думаешь, мафия, которая, блин, смотрела эти сезоны, она просто не додумается смотреть туда. Все, извините, шесть сезонов прятали под ящиком. Прячьте, прячьте, молодцы! Набирай! Давайте, давайте! Прячьте, прячьте, молодцы, молодцы! Быстрее, манки, прячьте! Молодец! Господа, люди, прячьте все, что есть на столах. И мы такие, опа, все, запомнили все, что где есть стоит. Внимание! Наступила ночь! Съезд, стоп! Я спрятала. Значит, спрятала. Все, первый день закончен, мы все спрятали. Все нормально, кроме марципана и остальных конфеток и мармеладок. Городяне, за лыж ты кухню. Мы идем в ресторан. Наступает ночь, мы бежим такие. Бежите в кладовую. Да! Бери! И попку так вот оставим. Все, погнали! Сюда беги. Я за мукой. Мы примерно приблизительно понимали, что у них там кладовой, что кто-то спрятал в девайсной. Ну, что примерно? Нам предполагали, что мы сейчас будем делать. Они несли сюда миски. Ищи! Давай! Мы ищем! Крахмал, крахмал где? Они тесто сюда поклали. Но когда мы спустились, это какой-то бред начался, если честно. Я не могу найти Марину на начинку. Мы не смогли найти начинку красных, зато я нашла сразу тесто. Опа! Мы подмешали им в тесто аммония. Боже мой, у них кошмарное тесто. Да, но у них само по себе кошмарное. А ты аммония туда добавила? Да, добавила я туда аммоний. Закрой его. Все меня выбешивала. Ксюша, боже, Ксюша! Что это? Ксюша, это их тесто, которое так испорчено. Ку-куша, чем ты его можешь? Пойди его отнеси назад. А что она с ним сделала? Я не знаю, что она с ним сделала. Я беру шприц с лимонной кислотой и начинаю им начинять вот эти вот фрукты, которые ложатся сверху для презентации. Я ведь лимонной кислоты в конфеты вам вожу. Ой, молодец. Осталось пять минут. Но то, что творилось за столами команды синих, это вообще какая-то жесть. Маша, Маша, там будет без саня, без паля. А где каево? Она желтая. А лимонная кислота. Тихо, а где манка? Типа сейчас рассыплю, типа манку добавлю. Манку мы специально разорвали, чтобы посыпать. Ведруг они подумают, что там есть манка. Мы же хотели крахмал рассыпать. Мы же, короче, все просыпали. Вот это же деликатность называется. Деликатность по-нашему, так сказать. Что ты добавила? Лимонки. Манки? Она тебя посыпает, типа мы ее добавляем. О, прекрасно. Только надо помнить, куда мы что добавили, а то будет потом нам. Я такая успела только сделать один процесс, Даша уже везде эту васаби накидала. Ой, трошки. Трошки чуть-чуть добавили. Трошечки. Как-как. Ну, в общем, мы пакостили, как могли. Только есть одна большая разница. Я пакостила аккуратно, а они так пакостили, что это было сильно заметно. Ну, Боже, да. Сейчас муку добавь. Вот дура. Давай быстро-быстро поднимаем. Поднимем. Видно, что мы с ней работали. И вот мой след именно. Ой, бихолый. Украинская мяча. Давай спрячем тесто. Куда? Давай его кладовую отнесем. Серьезно, бегом. Давай, на миску поспорим. Ой, мне шприц. Я не закривала. На, держи. А, давай отнесу сейчас куда-то вдевайся. Даша с Катей спрятали тесто. С ней командой. Это же их глупая. Там. Стой. Давай. Иди сюда, сюда. Вот сюда, вот сюда. Ставь, вот сюда. Просто типа тут оно и было. Давай. Все, побежали. Уже, это же не... Боже, какие мы с тобой тет. Господи, штырим мы это тесто. Думаем, что они подумают, что оно под поверхностью будут искать. Но мы же не подумали. Все, они же скажут, что нету теста. И все. И у нас, короче, один человек уходит. Мы же не думали этим. Премия, стоп. Десять минут прошло. Мафия там пошкодничала. И поднимается опять на балкон. Нас запускают из ресторана. И мы бежим. Давай, 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 давай. Побежал, побежал. Давай. Да. Здравствуйте. Ничего не трогай. Йо-о-о. Йо-о. Когда мы вот это забегаем, видим, что хаос полный. У синяя команда вот так кучами мука насыпает. У нас крупа. Это вообще, вот знаете, как этот ураган вот так прошелся по кухне мастер-шефа. Зацепил пять пачек кукурузной муки и пять пачек муки. Вот это все смешалось, все так посыпалось. Я знаю, у Ланики красивые переделать. По-любому нюхать. И тут я включаю детектива, или кого я, поисковую собаку. В общем, и начинаю вот это все обмюхивать, все облизывать. Все вообще. Ну, короче, вэ. Я даже не побоялась попробовать. Ребята, вот кто бы додумался, конечно, попробовать краситель, но я аж попробовал. Я же как капитан должна сдать все. Ну да, пробую. Ничего, ничего такого. Краситель как краситель. Ребят, они в тесто полностью испортили. Нахожу там какие-то пятна, какой-то краситель, какие-то там яичные белуки, чашу, что там было. То есть тесто уже испорчено. Блин, меня бесят, это уже крупа. Потом я понюхала марципан, он вонял уксусом. Фу, воняет. Марципан испортили. Я дала Марине, маме, Марине, ну, все, невкусно пахнуло. И попробовала, ужас, ужасно. А это начали записывать на такой... Ну, наверное, в тетяночке маленькой такой. Начали записывать это, чтобы мы сказали у Никки. Я забегаю, а моя начинка в порядке. Ха-ха-ха, мою начинку никто не портил. Ау, команда синих, алло! Смотрим, у нас просто мука вот обжятая, рассыпана просто. Мука рассыпана. Дома. К чему это? Это все! Вы что издеваетесь? Вы что вообще тупы? Вы не понимаете, что если они насыпали муку, это чтобы нас бить, алло, но они же не такие вообще, ненормальные. Так как я занималась безе, сразу побежала к ним. Вижу, они есть, но они какие-то не те. Переделывай меренгу, у меня что-то есть, но я не понимаю, что. Кислота или сода. Да непонятно, что вылила. Меренгу выливай! А смотри, где наше тесто? Немае! Господи, вы наше тесто забрали! Ёх ты бах! Они все забрали! Они нашли! Куда же он ее спрятал? Куда? Серьезно? А как мне понять, где мой отец? Смотри, сироп там взялся комками. Что они туда добавили? Они что белое добавили! Он потемнел! Эк-то к нам подходит и начинает говорить, что мы мафия сделали. Как вы думаете? Ой, удивительно, своими находками. Мне просто интересно. Испортили нам марципан. Кому чем-то, а? Тут и острое немного, и соленое. Ну, в общем, испортили. Я говорю, ну чем? А нарезайте Бэтмэк, Бэтмэк, Бэтмэк. Ну, хай будет, окс. Неправа. Что, в тесте? Там, в нашем тесте, что-то было... Не могли разобрать, что это вообще. Бэтмэк, Бэтмэк, Бэтмэк. Что именно, как испортили? Бадьян нашли. Нет. Не было. Мы таким просто ржем на балконе, потому что, ну, реально, ничего не угадать. Хотя реально... Там было реально понятно, что там что-то такое. И актор идет к синей команде. Главное, начинку не испортили, тесто быстро переделаешь. Марципан мы переделаем? Хорошо. Приходит актор с димой и кажется, что вы обнаживаете? Ну, и мы же начинаем его варить. Перевзбили меренгу и добавили... Добавили и нам соду. Соду? Соду. Нет. Дальше нам в сироп добавили соду. Нет. Что, она такая испорченная? Фу, мы что, ничего не угадаем? И украли тесто. Это... да. Бинго. Бинго. Як-то, шки. Кажем, выбирайте людей, кого хочется спросить. Мы же начали думать, скажем, давайте с вами спустим. Соня, соня, соня. Соня, соня. Соня, соня. Соня. Ну, соня так, соня. Ладно, Господи, думаю, соня так... О, тебе и то, и то, и то. И то, и то, и то. Увага! Городяне, нагадую, что вы должны не лишь вгадать, что зипсувала мафия, а и чем самая. Вы же мафия, должны сами псовать, а не ховать ингредиенты. Если вы еще раз ховаете что-то, что готовили городяне, это будет грубым порушением правил. Поиск ошибок окончен и все. Продолжайте готовить. Мафия постаралась, конечно, и тесто испортили, господи, что велосипед. Я говорю, типа, Дениска, ты быстренько опять делаешь тесто, я его прячу, и они вообще не найдут его. Так, мука, где моя мука, родная? Где моя мука? Тесто у меня замешивается, все получается, что тесто есть. Соня, следи за тестою. Соня! Продолжают делать, переделывают тесто. Не могут понять, куда мы его спрятали, потому что они все обыскали. Нигде его нет. Мы же понимаем, где оно. Поищите реально, что вы переделаете. Вырывай, вырывай. У вас осталось 30 минут, мы вас спасаем. Ваня, пойди, поищи где-то там. У другой команды ваше тесто. Надо продумать план, продумать все деликатно. Давайте распределимся. Слышишь? Я буду всем портить начинки. Можно тогда я, короче, возьму украшение порчу? Да, да. У нас была идея. Испортить начинки, испортить тесто и испортить меренгу. Тебе нужно испортить вот эти их сотейнички, туда кинуть по васаби, на такой плотный нормальный щепот. И мы следим, мы уже думаем, что сейчас мы будем все делать так только, как еще никто не делал. Быстрее делайте, быстрее, быстрее. Что делать? Давайте по мастику делаем. Я жду брать кухонную машину. Я режу караул для начинки. Рубай, рубай! Там уже девчата роблять мастику. Отправляйте в хованку. Иначе у нас немає мастики. Иначе вроде мы его... Я поставила, сразу побегла на другий сироп. Того, что я бачила, тут сразу вылила, а ту булькотню, что они там намешали. Ну что, балкон, доволен вашими вытворами мистецтва? Марина мне дала процесс один. Сделать карамель. Ну, процесс был очень легкий, но я привык к обычному рецепту карамели. Сахар нужно выпаривать на плите, да? Марина! Сахар в этой копой выпаривать. Делаешь карамель, добавляешь 50 граммов сахара, 30 миллилитров воды, ставишь в сотейник, все. И просто она сама приготовится. Стоишь, смотришь за ней, не мешать. Знаешь, как карамель давать? Владуль, иди, помоги. Кремель порожено делать так. Делать с сахаром, с водой. И воды надо настолько мало, чтобы просто сахар питался в эту воду, и там вообще мало было этой воды. Он же сделал так, вот, целое ведро у него было этой воды, и сахара вообще-то мало. Ну, там в чай и может. Что я делаю? Максим! Максим, уйди, пожалуйста! Уйди! Мне сказали делать это, я умею нормально делать карамель. Пожалуйста, Максим! Тебя наработает! Да уйди ты! Я? Уйду? Да ни за шо! Если ты такой умный, то сам уходи. Вообще с проекта. То дай тебе и дорога. Пожалуйста, дай мне сделать карамель! Нормально! Все, не делай! Она уже делается, не трогай ее! Понимаешь? И не надо трогать! Все! Она не знает, как ее делать! Ты дурак? Я знаю, я где она карамель! Не трогай карамель, пожалуйста! Все, не трогай ее! Трой! Ну, мне стало чуть-чуть неприятно, потому что мое мнение не пришло, не прислушается. И сами не знают, что делают. Еще и указывают, как этот карамель делать. Значит, карамель там в одном сотейнике уже нормальная. Давай делать лазурь. Подожди, надо еще это! Ну, давай! Ты можешь успокоиться? Я буду очень рад! Да ну я... Не беси меня, пожалуйста! Не беси! Это ты меня не беси! Они прекрасно видят, что мы шоколад добавляем в сливки! Синя, а у вас есть полплитки шоколада или кусочек? Мы его все равно не дадим, даже если она есть! У нас есть! Ева, хватит жрать! Нам нужен шоколад! Ага! Конечно, а что мне делать? Ну, я еще голодная. Ева сожрала весь шоколад! Когда нет работы, мне нечего делать. Мне когда скучно, я ем. Паранойя какой-то. А если у меня есть работа, например, я играю, я не хочу есть, не пить, ничего не хочу. Просто сижу и занимаюсь своим делом. Люди, прячем все! Эктор, я спрячем все! Начала их прятать. Прячем все, Эктор! Нет, 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 нет! Какой ты дурак! Иди, а что идет? Давай, я спрятаю! Да ну иди, прячь уже его! Ах, ты иди! И у нас засыпает город, просыпается мафия. Думаю, хорошо, что я спрятал тесто. Спрятала моченьку. Илана, ты спрятала мерену? Да, в холодильник спрятала. А куда спрятала? На переднюю полку. Скажи, за что такое наказание? Ну, ну, что, взять мерену и поставить просто перед лицом. Наступает ночь. И мы бежим. Там в холодильнике тесто кран. Да мы знаем! Так вы с ним что-то сделали! Я сразу перерываю все в кладовой. Нашла какое-то тесто. Там были такие три ковша от кухонной машины. И я нашла в среднем из них кусочек теста. Нашла тесто? Да! Нашла тесто, знаешь, что туда добавили? Это тесто какой команды? Кто нес тесто в кладовую? Нет, тесто красных, оно там. Поэтому это тесто синих. Добавь туда аммония или васаби-порошка. Соня еще чуть-чуть-чуть сбивала. Потому что, блин, когда Соня говорит, нет, вы не то делаете! И ты такой стоишь, Соня, ты в клетке, ты, ну, вообще, как она может видеть? Ну, реально, бред. Я нашла их меренгу! Где? Вот! Нашла меренгу! Вот это, вот это синее! Красное! Покажи, иди сюда! Я не знаю, что это! Что это? Что это, господи? Мы не знаем, чего это просто. Капитан должен собирать всю команду вместе. Решать что-то, давать какие-то процессы. У нас этого не было. Капитан вообще какой-то был потерянный. Серьезно. Беру васови порошок и кидаю большую жмейку в карамель пирожули. Кидаю так, что мама не горюй. Все, все. Как испортить эту меренгу? Даша! Хорошо, сейчас. Поставлю меренгу не туда. Я поставила ее в угол. А она стояла в холодильнике. Эктору мы этого не сказали, потому что если они не отгадывают, им ничего не случается. Правильно? Зато если они не отгадывают, нам случается. У нас минус один человек в команде. Где мука? Пять. Что мне работает? Четыре. Все, стой, стой. Два. Один. Стоп. Семья. Была команда «Стоп». Чему вы игноруете правила? Слушай, ну мы за тебя только хуже будем. Настал день. На балкон. Виходим мы на кухню мастер-шеф. Мафія, мы вас попереджали. Вы не имеете права ховати продукты. Вы сховали меренгу и сподівалися, что мы этого не пометим. Дашо, и не делай вид, чтобы ты не знаешь, про что идет. Отправляйся за гради. Годим пока. Годим пока. Грандиозная ошибка. Грандиозная ошибка. Після такого зухвалого порушения правил, мафія втратила свой шанс продолжить боротьбу далі. Тому третьей ночи не будет. Мы в шоке, потому что мы рассчитывали только на третью ночь. Мы рассчитывали, что мы все самые гадкие масла будем в начинку кидать. Я думала, что уже ядь смешаем с всякой гадостью и просто обмажем их пирожочки. И все, будет окей. Потому что исправить уже нельзя. Мы в шоке просто. Команда червоных, команда синих. Продолжуйте готувати. Мы такие и ночь, и день, и время в мене валом. Так все. Все круто. Красные и синие. Опять начинают переделывать. Карамель их переделывают. Ганаш переделывают. Все вот это переделывают. Я посмотрел на карамель. И увидел там какие-то непонятные маленькие пятнышки. Ой, я такое кислого, соленого, горького, пекучего. Я такого не пробовала просто. Ребят, переделываем карамель. Дальше я все тупо вылил. В раковину? Гаврил, делай еще одну карамель. Ганаш дуже классный. Кулич печется. Как бы ганаш есть. Я его еще формочку такой шприцовую перелил. Денис, карамель на золотого. Молодцы. Поставьте на самый маленький огонечек. Берите, раскатывайте тесто быстро. Берите муку, насыпайте на стол. Муку, 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 муку. Теперь мы раскатываем тесто. Раскатываем тесто. Все, берем, раскатываем, ставим начинку. Он получился как штрудель. Завернули. Илана, рыбай меренгу! Начинаю делать сам. Делаю, делаю свою меренгу, делаю. Вкуснейшая такая поднялась. Шикарно. Продолжаем готовить. Домешиваем эту мастику, чтобы она уже хорошо у нас была. Я вижу, что Илана висаживает свои меренги без насадки в кондитерском мешке. Бежу в кладову, а Илана кричит, что у кладовей немае насадок. Я же без насадок. Бежу в кладову, там реально немае насадок. Думаю, ничак нема. Я все обрела, немае. Я подбегаю до красок. Марина! Я взяла... Дайте нам эти! А что вы? Мы же вам все забрали! Мы не забрали все! Отходят Вика к Марине. Спрашивают, где насадки для кондитерского мешка? Марина говорит, у нас нету. Я такая говорю, внизу! Марина! А что такое? Где? Я не знаю. Она вообще, типа, мне мешала. И в тот момент меня просто забомбило. У меня просто, у меня уже вырывало все наружу. И тут я накаляюсь, накаляюсь и просто отталкиваю ее. Потому что она меня вообще достала уже, бесит уже. Она меня так сильно отталкивает. Ей было очень больно. Марина каратистка, и она себе слишком многого позволяет. У нас просто все отлично! У-ху! Я начинаю делать презентацию. Господи, как это красиво! Ты пенок снял? Я думаю, что она немного меньше, чем у них, чем в суде. Я же там, ну, просто мы крия их не закрепили. Надо было еще больше закрепить. А она получилась такая, как подкова. Осталось три минуты! Все, давайте подавать! Давай сюда! Вылаживаем уже нашу пятковую конячу. Вылаживаем уже везешки. Давай, давайте! Да! Ура! Ю-ху! Десять! Девять! Да-а-а-а! Я вкрыл ее! Ставьте! Отойдите! Отойдите, ребят! Влаживаем нашу. Саша сработала такие кругляшечки. из нашей рожевые мастики. Четыре! Как это так? Все, давай, капельки. Три! Все, все! Нормально! Два! Все, все! Один! Да я капитану не цуюсь! Время! Стоп! Ладно, что-то там все. Отходим от стола. Да, куда ты убрала? Ой, мамочки, ребят. И на сеть вердикте. Ектор уже уливочку натянул. И перший вызывает команду нас, короче. Команду синя. Идемо, мы несе Илюша нашу с травмом. Ставим. Ектор пробует, смотрит и говорит, что... Это ворда ламаска. Хотелось бы, чтобы форма была, как в оригинальной страве. А у вас больше схожа на штрудель. Тисто хрумкое и смачное. Дима попробовал начинку. Начинка, она сейчас вкусная. Так ничего не сказал. Спасибо. Ну, мы стоим у нас. Судьи сказали, что становитесь за своей поверхностью. Команда красных. Подходьте с вашей стравой до нас. Беру я свою бучилату. Ну, как бы командную. Ну, в общем, я же горда. Типа, что я капитан. И у нас такое красивое блюдо. Беру я осторожно, чтобы не спотыкнуться. А то мафия, они могут заговорить. Это торт несу я. Так, с горда поднятой головой. Типа, вот так вот. Все хорошо. Прямо такая. Вот честное слово. Первый раз выхожу и такая уверена в блюде. Хотя такой сложный конкурс. В общем, выхожу к судям. Ставлю его. Фух. Не упал. Это главное. Как апетитно выглядаю. Я б такий дешерт поставил в витрине своей кондитерской. Он в своем же ресторане поставил бы на витрину наше блюдо. Какой уровень. Капец, блин. Реально. Это все манливо. Тесто может быть сырым. А начинка несмачную. Не дай бог, внутри будет сырым. Он показывает ее. Сырой. Нет. Не сырой, не сырой. Все отлично. Про начинку. Ему понравилась начинка. Потом подходит Татьяна. Первое, на что я обращаю внимание, это на количество начинки. Ее здесь прям очень много. Не пожалели. Молодцы. По-богатому. Это не по-богатому. Это правильно. Судья говорит, возвращайтесь на свое место. Мы стоим мы и уже, мы уже, типа, в мечте, типа, оказаться на балконе, в белых фартах. Мы спробовали бучелато обоих команд. Незважаючи на все капости мафии, есть команда, которая удивлена нас вкусом и презентацией своей стравы. Это команда... Красный. Поздравляю на балконе. Спасибо. Команда Красный поднимается на балкон. И тут стою и думаю, что это сейчас, Илюхи, нужно выбирать, кто будет в черном фартусе. И так расстроилась, конечно. Ну, тут не тут то было. И автор Казе. Команда Синь. Хоча ви и пропустилися певных помилок у вашему бучелато, но тем не менее, вы доклали максимум усилий, чтобы приблизиться до оригинальной стравы. Не засмучайтесь. Адже мы оценили ваши старания. И поэтому вы тоже поднимаетесь... На балкон. Спасибо. Спасибо большое. На балкон. На балкон. Боже, мы тоже обрадовались, потому что мы старались. Правильно? Мы старались очень сильно. Выкладались, я цеховали все это, старались, бегали. Я так заморилась и сегодня капец просто. И мы поднимаемся на балкон в Сираде. И нам говорят, мафии, спускайтесь. У нас есть разговор. СИГОДНЯ НА ПОЧАТКУ КОНКУРСУ СИГОДНЯ НА ПОЧАТКУ КОНКУРСУ СИГОДНЯ НА ПОЧАТКУ КОНКУРСУ СИГОДНЯ НА ПОЧАТКУ КОНКУРСУ Ми наголосили, що хочемо, аби ви стали найкращою мафією за всю історію Мастер-Шефа. Щоб ви затьмарили всіх мафіозі, які були до вас на цій кухні. І знаєте, наша шановна мафія, ви дійсно перевершили всіх попередників у порушенні правил і безвідповідальності. А ми вас попереджали, недотримання правил, і ви всі отримуєте чорне. Я роздройна. Просто було стыдно смотрий в глаза. Ти понимаєш, що ти, так сказати, судик тебе со всій душой, вони не нарушали ні одного правила. Вони завжди чесно нас судили, об'єктивно. А ми беремо і просто так вот, типо ми такі круті, ми будемо робити то, що ми хочемо, так сказати. Дякую за перегляд!